Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Давно не было никаких абсолютно сведений об Анастасии Заворотнюк. Очень было интересно, каково ее состояние здоровья. В принципе, все блогеры и, слава богу, журналисты оставили ее в покое, перестали караулить ее под дверьми клиник различных и так далее. Я считаю, что это очень правильно. Перестали кошмарить мужа Петра Чернышева. Но вот сегодня на фоне всех тех новостей, которые есть о коронавирусе, и, собственно говоря, у нас сейчас на повестке дня только одно, это самоизоляция, коронавирус и так далее. Сегодня появилась новость о том, что Заворотнюк впервые, Анастасия Заворотнюк, я напомню, впервые с момента того, как ее поразил этот тяжелый недуг в виде рака головного мозга, в видеоглиобластома, который ей диагностировали, и она борется с этим заболеванием, да, впервые она сама вышла на связь. Впервые она сама вышла на связь. Как это произошло и как она это сделала? Значит, Заворотнюк впервые дала о себе знать во время болезни. В свой день рождения заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк впервые с того момента, как стало известно, ее тяжелой болезни, сделала запись в социальных сетях. Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк впервые публично ответила на комментарии в социальных сетях с момента своей госпитализации с тяжелой болезнью, чтобы поблагодарить за поздравление с днем рождения в Инстаграм, свою группу поддержки. Сегодняшний день, она говорит, очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем... Это подождите, господи, это не она говорит. Сегодняшний день очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с днем рождения Анастасии. Это запись просто. Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым, чутким сердцем. Наша любимая, наша удивительная Настя. В ее праздник мы желаем ей только одного самого главного и незаменимого – здоровья. Ну, безусловно, мы на фоне коронавируса понимаем, что ничего важнее здоровья нет действительно. Потому что все остальное – важное, любимое и настоящее – у нее действительно есть. Говорилось в подписи к фотографии, публикованной в день 49-летия актрисы. Ее группа поддержки отметила, что прошедший год был непростым, что позволило лучше понять ценность тех людей, которые разделили эту ситуацию с семьей Заворотнюк. Что они еще пишут? Низкий поклон врачам и всем медицинскому персоналу. За все то, что вы уже сделали, продолжайте делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях в разных городах за ним молятся настоятели и другие священнослужители, монахи, послушники. И мы безмерно благодарны за такое внимание. Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара, рассказали ее близкие. Я напомню, что мы тоже устраивали коллективную молитву по соглашению, я был ее инициатором. Пять дней мы в десять часов по московскому времени коллективно все, так сказать, когда это произошло и когда стало об этом известно, совершали молитву. Дай Бог, чтобы это помогло. Может быть, такой вот посыл, позитивный, энергетический посыл от разных людей. Дай Бог, так сказать, чтобы помогло, как говорится. Все во благо. Значит, они также благодарили за поддержку всех друзей актрисы. Вы знаете, как она любит каждого из вас, каждого мысленно и так далее. И вот в чем, где сама Заворотнюк написала. Под записью оставили комментарии многие подписчики, среди которых, казалось, супруг заслуженного артиста России Стаса Михайлова Инна, которая написала «Храни Господь». Супруги Михайловы были одними из первых звезд, которые публично просили остановить это в стране ложных сообщений о состоянии здоровья актрисы, а также помогли организовать группу ее поддержки. Именно Михайловой и ответила сама Заворотнюк. Она написала «Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление. Мне было очень приятно. Ваша Настя». Написала она со своего личного аккаунта. Напомню, это впервые, когда Анастасия Заворотнюк вышла на связь и написала сама сообщение в ответ, так сказать, своим друзьям, своим, да, друзьям здесь уже, конечно. Позднее она также поблагодарила Диму Билана в комментарии к публикации. Значит, близкие актрисы подчеркнули, что все, кто сопереживает, пишут слова поддержки, молятся за благополучие, желают добра и выздоровления, делают возможным чудо, которое обязательно случится. Действительно трагедия, трагедия большая очень, здесь спору нет. Значит, они также назвали этот день рождения особенным для мужа фигуриста Петра Чернышева. Значит, рассказали о том, что ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней, каждая маленькая победа на этом пути, а их общее. Вдвоем проще, вдвоем больше сил, терпения и веры, очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, пишут они, самые темные, почти безвыходные моменты. Ну, текст такой, очень тяжелый, конечно, и понятно, что люди вдвоем прошли очень много, и хорошо, что они вдвоем, конечно. А еще одним мощным стимулом к выздоровлению, чья любовь помогает актрисе, от републикации назвали младшую дочь Заворотнюк Милу. Значит, и здесь вот указано только про Читу Михайловых, что она ответила, но на, значит, в другом портале, на ленте, также есть запись. То есть, вы можете зайти в Инстаграм, собственно говоря, все это посмотреть, и на ленте пишут, что, значит, комментарии от имени Анастасии Заворотнюк, значит, доступны под записями певцов Димы Билана, Дениса Клявера, певицы Зары, юмористки Елены Борщевой, блогерш Елены Лениной. Значит, получается, что вот эти люди, эти люди, значит, поздравили, пожелали выздоровления, пожелали здоровья Анастасии Заворотнюк, и она вот на эти комментарии ответила со своего личного аккаунта, написала слова благодарности. Я напомню, что это вот за все время то, мы тогда очень много говорили об Заворотнюк, потом как-то это все забылось, другие темы, вот сегодня попалось на глаза. Я напомню, что это с того вот момента, как мы рассматривали эту тему, с того момента, как действительно все сопереживали, это первый раз, когда Анастасия Заворотнюк сама действительно написала сообщение, адресованные другим людям, это сделала там ни дочь, ни еще кто-то, ни группа поддержки, ни аккаунт, который создал ее поддержку, а действительно ее сообщение от нее, которое она оставила людям, которые действительно желают ей добра, выздоровления и желают, так сказать, все самое наилучшее в ее день рождения. Я хочу сказать, что наверняка вы все так же присоединитесь, наверняка вы все так же, как мы с вами и делали, молитву коллективную по соглашению за здоровье Анастасии Заворотнюк. Я благодарен каждому подписчику, кто не остался в стороне. Я уверен, что и сейчас вы проявите ту же солидарность, безусловно, и пожелаете в день рождения Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления, много здоровья. Значит, много здоровья не бывает, в принципе здоровья. скорейшего выздоровления, и чтобы она, значит, радовала своим присутствием, в первую очередь, конечно, свою дочурку, мужа, значит, и взрослую старшую дочь, чтобы, в общем-то, все у них в семье было хорошо. Потому что, безусловно, многие писали, что да и не такая известная актриса, да и еще что-то, да может быть выдумка, да не выдумка. Много ходило разных слухов, разных сплетен, домыслов, потом люди стали якобы разоблачать, что какие-то кредиты у нее там, еще что-то есть. Но факт остается фактом. Да, вот близкие так решили не разглашать, не рассказывать об этом заболевании, о течении его. Вы знаете, вот с течением времени я прихожу к поводу, что они сделали совершенно правильно. Они сделали совершенно правильный выбор, закрыв просто абсолютно, закрывшись от мира. Потому что люди имеют такое свойство, особенно журналисты, которые караулили ее под дверьми клиники и выясняли, в какой из них она лежит, пытались купить какие-то аудиозаписи или фотографии. Люди имеют свойство просто копаться в трусах, понимаете, в чем дело, в самом нижнем белье. И поэтому я считаю, что абсолютно правильно. Закрыли ее, просто оградили всего информационного шума. И вообще перестали говорить что-либо. Вот просто вот нет и все, никакой информации. Вот просто нет и все. Единственное, что есть, это желание людей, если оно есть, да, присоединиться к поздравлениям. Вот я от канала Будда Гришна. Я помню, был, кстати, момент, когда Анастасия Заворотнюк или ее представители, конечно, наверное, представители на тот момент, обратились ко всем людям, которые устраивали молитву по соглашению, а это были именно мы. И я тогда записал даже видео, что Анастасия Заворотнюк обратилась к каналу Будда Гришна. Я от канала Будда Гришна, от себя лично поздравляю Анастасию с днем рождения. Желаю еще раз, говорю, здоровья, всего самого наилучшего. И просто надеюсь, что те люди, которым не безразлична, судьба человека, не важно, актриса, не актриса, что да как, человека. Просто присоединяться к этому и напишут какие-то 2-3 слова теплых в адрес действительно Анастасии Заворотнюк. Ну, что я могу сказать? Это, конечно, непонятно, опять-таки, по состоянию здоровья, как к этому относиться, потому что, еще раз говорю, историю болезни или еще чего-то никак не комментируют. И я считаю абсолютно правильно. Знаете почему? Если бы хоть один, хоть два, хоть три комментария пошло о именно течении болезни, о состоянии здоровья, это было бы как сериал. То есть люди стали бы это отслеживать реально, вот просто ожидая все новых и новых свежих новостей, куда перевели, откуда перевели, какую процедуру сделали, еще что-то. А так вот ноль информации, и все, и никто ничего не помнит, и никто ничего не говорит. И люди спокойно могут заниматься своими делами, а не заниматься тем, что доказывать, опровергать, подтверждать, или заниматься еще чем-то. Поэтому с днем рождения, здоровья, надеюсь, что вы присоединитесь к моему посланию. Замечательно, что она смогла действительно впервые, впервые, напомню, выйти на связь с миром и что-то написать своим друзьям. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому понравилось. Берегите себя, берегите своих близких. Соблюдайте, еще раз скажу, все требования органов государственной власти в отношении профилактики инфекции, которые сейчас ходят. Всем пока, до встречи.